то что в европе грядет новая большая война и наполеон готовится к ней и что в качестве жертвы намечается россии было понятно всем в состав наполеоновской армии помимо франции входили италия испания голландия швейцария часть германия с населением 70 миллионов человек тоже как под вся европа в период гитлеровского нашествия европа на наш наступала также 812 году вся европа против россии по сути кроме англии которая дирижировала и управляла всем этим процессом кроме того бывшие союзники россии австрии и пруссии стали теперь на сторону французского императора к начала 812 года в наполеонской армии насчитывалось около миллиона человек половина этих войск так называемая великая армия под командованием самого наполеона была отряжена для нападения на россию перед началом боевых действий императоры обменивались грозными посланиями дипломатическими но это было пустой формальностью война была неизбежной решение свыше отменить нельзя и следует отметить что после аустерлица россия в первую очередь стараниями арахчеева сумела модернизировать организовать свои войска снабдив их достаточным количеством вооружения в том числе артиллерии к отражению нападения противника готовились три русские армии под командованием баклай-де-толли багратион и тормасова общей численностью порядка 250 тысяч человек то есть вдвое меньше чем в населенной на россию великой армии наполеона перри вторжением в россию наполеон обратился к своей армии дабы разъяснить цель грядущей военной кампании ловко завуалировав ее как помощь несчастной польши а что касается россии то он прямо заявил что хочет положить конец ее губительному влиянию которое она в течение 50 лет оказывала на дела европы 12 июня 1812 года наполеоновские войска форсировали на м они начали массированное наступление на оборонительные позиции русских войск александр пометуя бастер лице где он исполнял роль главнокомандующего отбыл из действующей армии в петербург предоставив командные полномочия баклай-де-толли у которого кстати были неважные отношения с багратионом командовавшим одной из армии этот конфликт двух амбициозных военачальников безусловно отразился на ходе боевых действий конец июня и весь июль русские войска пятились назад вступая лишь в эргадные стычки с наступающим противником настроение в войсках и соответственно столичных великосветских кругах резко упала все ждали когда же наконец будет дано французам решающее сражение и когда наполеоновские войска оказались у смоленска багратион ввязался с ними в сражение хотя барклай командующий армиями был против трехдневном сражении под смоленском 4-6 августа русские войска потерпели поражение потеряв убитыми не менее 15 тысяч солдат смоленск выгорел дотла отступление было хаотичным войска отступали уже к москве императору стало понятно что нужно срочно назначать нового главнокомандующего выбор был невелик оба кандидата были уже в возрасте это 67-летний ученик суворова михаил ларион кутузов его ровесник леонтий леонтьев шбениксен окончательный выбор александр полна кутузова русского по национальности блестяще показавшегося на только что завершившиеся русско-турецкой войне назначение главнокомандующего всех русских армии ополчение состоялось 8 августа 1812 года 11 августа кутузов выехал к войскам это назначение стало для кутузова полнейшей неожиданностью со слов генерала ермолова кутузов в доверительной беседе как-то разоткровенничал ся если бы кто два или три года назад сказал мне что меня изберет судьба не изложить наполеона гиганта страшившего всю европу я плюнул бы тому в рожу начальником штаба при главном командующем был поставлен бениксен немец по национальности знаменитое бородинское сражение состоялось 26 августа 1812 года когда наконец кутузовом было принято решение дать бой французам на подступов к москве в районе можайска сдать москву без боя такое не прощается ввязываться в сражении с противником раньше главнокомандующий не решался из-за опасения безвременно потерять всю русскую армию словом в сложившейся ситуации кутузова не позавидуешь хотя силы противников были примерно равны 130 тысяч штыков у французов и 120 тысяч русских это вот к этой битве войска кутузова готовились к обороне а наполеон устранил это как слабость противника и надеялся на его окончательный разгром сражение было чудовищно кровопролитном французы непрерывно атаковали а русские оборонялись долгое время сдерживая нас противника но в итоге были вынуждены отступить дорога на москву была открыта не потери с обеих сторон были колоссальными убитыми и ранеными русские потеряли более 3 личного состава а француза почти четверть практически ни один русский солдат не сдался до в плен все стояли насмерть 1 сентября состоялся военный совет филях и было принято тяжелое но как оказалось впоследствии правильное решение оставить москву 2 сентября французы уже вошли в старую столицу русских царей наполеон направил во францию сообщение о великой победе над русскими и захвате москвы русская армия не рассеялась не перестала существовать как думал наполеона планомерно отступила и к середине сентября сосредоточилась близ города малоярославец в районе села тарутина что в 80 километрах от москвы стратегический план кутузова сработал армия сохранена а москва для французов стала ловушкой еще до прихода наполеона город покинула большинство жителей вопреки ожиданиям наполеона занятием москвы не привело к заключению мира он думал что император запросит мира александр несмотря на все его попытки начать медный переговор александр не отвечал ибо твердо решил вести войну и не слагать оружие пока хоть один вражеский солдат останется в русских пределах с первых дней пребывания французского войска в москве там начались пожары в отличие от петербурга дома в москве в большинстве своем были деревянными и город выгорел практически дотла среди французских солдат процветали мародерство и распущенность дисциплина в некогда образцов организованной армии окончательно развалилась наполеону стало понятно что оставаться зимовать в разрушенном городе со ста тысячной армии при отсутствии провианта это самоубийство и он принимает решение оставить москву и отступить на зимовку в смоленской вильна чтобы уже будущей весной возогновить военные действия окутузов тем временем получал для своего войска необходимый провиант из черноземного губернии наращивал боевые силы готовясь основательно потрепать отступающего противника в середине октября французской армии покинул сожженную разграбленную москву со скверненными святынями стены и башни кремля были частично взорваны поначалу наполеон намеревался отступать по калужской дороге где можно было поживиться провиантом и устраиваться на ночлег но кутузов дал французам решительный отпор под малом ярославцам и они были вынуждены повернуть на разоренную ими же смоленскую дорогу по которой еще в начале сентября победоносно шли на москву а русская армия шла параллельной дорогой и не вступала с неприятелем в открытое сражение мудрый кутузов считал что армия наполеона теперь развалит сама и оказался прав во первых пребывание неприятеля в разоренной москве это грабеж и мародерство да нельзя расшатали дисциплину среди солдат отступление было хаотичным победители волочили за собой награбленную в москве добычу а сносная дисциплина сохранялась лишь в адейских полках во вторых огромный урон отступающему врагу наносила разгоревшаяся партизанская война на защиту родного отечества поднялись жители коренных русских губерний вооружившись подручными средствами они нападали на разрозненные французские отряды грабили неприятельские обозы жгли запас провианта партизанской войне участвовали и небольшие казачьи отряды наносившие врагу непоправимый урон внезапными кавалерийскими наскоками на этом поприще особо прославились денис давыдов александр всеславин и александр фигнер и наконец третий немаловажный фактор способствовавший краху наполимонской армии наступившие в ноябре холода причинившие не имевшим теплым обмирование французам страшные бедствия и болезни ну тех как гитлера до мем такая же картина когда измотанные голодные остатки французской армии подошли к реке березине притоку днепра у города борисово русские 14-16 ноября 812 года дали им бой а сам наполеон чуть был не попал в плен но чудом спасся успев переправить через реку и уйти от преследования от статысячной армии противника отступавший из отступивший из москвы в строю осталось не более 15-20 тысяч солдат остальные ли погибли ли остались в плену или стали бездомными бродягами так бесславно закончился поход наполеона в россию собственно отечественная война длившаяся полгода полгода всего закончилась к середине декабря изгнанием остатков наполеоновских войск за пределы границы российской империи историк тарасов пишет собственно говоря отечественная война стала испытанием и характер александра его воззрение на исторические пути россии по наблюдению черторийского после вторжения наполеоновской ады царь вместе со сном и покоем потерял свойственно ему двусмысленные колебания его ясная твердая позиция в решимости биться до конца вместе с благородным дворянством и моими добрыми крестьянами вдохновлялась и живым сближением с народом который он раньше в сущности мало знал и ценил хотя им управлял может быть не раз он вспоминал слова отставленного незадолго до войны спиранского говорившего после возвращения за границы что в европе лучше установления а у нас люди лучше когда среди всех сословий обнаруживал полную готовность жертвовать не только имуществом но и самой жизнью я этот день никогда не забуду воскликнул император когда в кремле на красном крыльце увидел перед собой море людей соединившихся в патриотическом порыве и религиозном благоговении все это только укрепляло твердость александра первого в намерении отказаться от каких бы то ни был попыток заключить мирный договор с монстром письме к сестье екатерине он открывал свои надежды на бога на замечательный характер нашего народа и на моё твердое решение не покориться чужеземному игу ну многим казалось что с выдворением наполеона из россии война окончена и остается лишь ждать как будут развиваться дальнейшие события однако александр прибывший в расположении изрядно ослабленного русского войска вильна прибывший неожиданно для кутузова решила на чем увиделось что по воле божественного проведения он обязан освободить порабощенной народа европы от ненавистного зарпатора и по высочайшему повелению русские войска 1 января 1813 года перешли реку нем он ступил в гетцов что варшавска так начался успешный заграничный освободительный поход русской армии на призыв александра сплотиться против наполеона немедленно откликнулась пруссия а затем после некоторых колебаний австрия позже швеция и англия 16 апреля 1813 года русская армия потеряла своего главнокомандующего в селевском городе бунтслаус кончался михаил ироныч кутузов с января его стали мощь боли в желудке он слег в постель потом присоединилась простуда ускорившая летальный исход не тело почившего фельдмаршала было доставлено в петербург и после трехдневной панихиды в казанском соборе при большом стечении прощающих состоялась его торжественное погребение главнокомандующим русской армии александр назначил петра вид генштейна к началу лета 813 года наполеона удалившимся в пределы франции в короткий срок удалось таки сколотить боеспособную армию готовую дать отпор новой европейской коалиции во главе с россией наполеон встретил своих противных в германии на эльбе генеральному четырехдневному сражению впоследствии названному битвой народов разыгравшимся под лейпцигом в начале октября предшествовали многие упорные бои проходившие с переменным успехом в сражении принимала участие более полумиллиона человек из них около ста тысяч было убито и ранено армия наполеона была на голову разгромленное с огромными потерями отступила за рейн громадная союзнической армии на две трети состоящие из русских солдат без особого сопротивления со стороны противника освободив германскую территорию погнала врага во своей оси 18 матта 1814 года союзники подавив сопротивление столичного воинского гарнизона владели парижем а на следующий день во французскую столицу торжественно въехал российский император александр первый с прусским королем и этот день 19 матт 1814 года стал днем подлинного триумфу александра и русского воинства да и всей российской империи французский сенат от имени всей франции выразил недовольство наполеоновской политикой объявил о низложении наполеона с императорского престола но наполеон был вынужден согласиться с решением сената и в городе фантебло им был подписан акт об отречении союзники отправили экс-императора в почетную ссылку на остров эльбу во франции в лице ледовика 18 была восстановлена династия бурбонов с целью наведения должного порядка в европейском доме нарушенного завоевательной политикой франции союзники пленни решения собрать осенью в вене конгресс с участием глав государства ведущих дипломатов для решения спорных территориальных вопросов а тем временем в российском государстве воодушевленном грандиозными победами русского оружия под водительством император александр 1 его высочайшие учреждения госсовет святейший сенат и сенат подали прошение государю императора принять им титула благословленный правда александр на тот момент не дал на то своего прямого согласия но впоследствии этот титул он носил уже вполне официально впоследствии декабрист рубецкой вспоминал по окончании отечественной войны имя императора александра гремела во всем просвещенном мире россия гордилась и мы ожидала от него новой для себя судьбы россия эпох самостоятельности настало оставалось вкусить плодов этого положения император изъявил своим манифестом благодарность своему войску и всем сословиям народа русского вознесшего на высочайшую степень славы обещал утвердив спокойствие всеобщим миром в европе заняться обещал устройством внутреннего благоденствия уверенного проведением держав его пространного государства конгресс вене проходил с ноября 814 года по июнь 815 монархи россии австрии и пруссии долго и болезненно обсуждали вопрос о вознаграждении своих государств за человеческие жертвы и материальные потери понесенные в войне с неприятелем в основном вознаграждение намечалось наделением землями составляющими территории прежней польши александр на правах первого сиди равных настойчиво продавливал свою позицию присоединение всех польских земель к российскому государству союзники никак на это не соглашались и дело дошло чуть ли не до полного разрыва наконец сошлись на том что россия получает почти все гетцовство варшавская которой под именем царства польского войдет в ее состав познанской земли получила пруссия агалицию австрия 1815 году была выработная и утверждена императором конституция царства польского сам александр принял титул польского короля в исполнении этой конституции 1818 году был открыт первый польский сейм больше управлялась под руководством наместника которым стал брат александра великий князь константин по замыслу императора польша должна была стать своеобразным реформаторским полигоном где предстояло на практике обкадать его конституционные задумки в марте 1818 года открывая заседание польского сейма в варшаве александр заявил что намерен распространить конституционные порядки на все страны находящиеся под во властью правда сделав при этом одну оговорку когда эти страны достигнут надлежащей зрелости в том же восемнадцатом году царь получает на васильцеву составить уставную государственную грамоту в духе польской конституции проект готовился в строжайшей тайне и был завершён к восемьсот двадцатому году но так и не был реализован но вернемся в вену восемьсот пятнадцатый год во время работы венского конгресса пришло известие что 14 февраля наполеон бежал с острова эльба и 17 февраля высадился во франции 7 матта французский король бежал из парижа уже на следующий день в столицу вошел наполеон и начал свое 100 дневное правление снова на границе франции были направлены союзные войска но еще до подхода русских войск 6 июня восемьсот пятнадцатого года наполеон был разбит английской и прусской армии в кровопролитном сражении при ватерлоу когда основные сражения были русские были впереди да их много погибло когда обессильный наполеон высадился во франции тут англичане тут как-то там же делать был нечего с ним он уже убитой был вот видите вот прослеживается картина как вступили в сорок четвертом году открыв второй фронт когда мы ценой огромных жертв уже все сделали да и здесь же тоже вот они так аккуратненько примазались ну а дележки тоже надо поучаствовать потом чего себе отхватить от 3 июня сдался в руки наполеон в руки англичанам заключен под стражу на острове святой елена где скончался или по одной из версий был отравлен 1821 году неделя проведенная императором александром первом в москве перед началом военных действий когда он по его признанию всей душой познал свое единение с народом из его глаз бы спала пелена и божье откровение снизошло до него кардинально изменило всю его жизнь вот неделя вот бед началом боевых действий от войны с наполеоном он всецело доверился проведению и случайно попавшиеся в руки библии осталось тех пор настольная книга императора то есть прошел перелом сознание императора он говорил пожар москвы осветил мою душу тогда я познал бога и уж когда наполеон был окончательно повержен силой русского оружия то вера александра в божественное проведение стало вовсе незыблемой в духе родился судя по всему в москве приединение с народом как он говорил до слез это произошло после окончательного падения империи наполеона 14 сентября восемьсот пятнадцатого года по инициативе императора и сам первого в париже с целью обеспечения незыблемости решения венского конгресса между австрией и пруссии и россии был заключен союз священный союз позже к нему присоединились франция и ряд других европейских держав англия под благовидным предлогом мол мы конституционная маратхия и воля божия нам не указ уклонилась от участия в этом союзе выступая с инициативой создания священного союза своего любимого дети александр после победы над полеоном находился в состоянии в своеобразной духовной эмфории наивно полагая или скорее свято верю что теперь все противоречия между государствами народами можно решать медным путем без кровопролития можно договариваться для этого недостаточно набивших оскоменом лживых политических договоров порожденных человеческим эгоизмом нужно непременно подняться над этим из высоты евангельских заповедей отпираясь на божественный закон следуя божественному проведению положить предел грубому насилию в международных отношений наивная был император да но только что родился у него вот все он понимает что все же так просто он уже другими глазами смотрел на все это но все же просто люди вы должны же видеть нам зачастую кажется мы как как кому-то что-то объясняем что они должны вот так же как и мы это чувствуете понимать мы даже удивляемся как-то бывает такое или нет а если уж ты в духе радужская все изменилось на свете вообще все перевернулась да наоборот ну тут казалось все должны это видеть нет понятно да вот хочется всех осчастливить вот всем рассказать что все просто смотрите зачем кровь проливать основываясь на этом александр полагал что учитывая бурное событие последнего времени нужно с высоты европейских престолов то есть договор с высоты договаривающих сторон провозгласить эту простую истину чтоб кровь не проливать и неукоснительно ей следовать отцы устроители союза понадеялись что наконец-то стало возможным бескровное управление народом как малыми детьми стороны взаимно обязались всегда подавать друг другу пособие подкрепление и помощь от записано было как братья и соотечественники а подданными своими управлять как отцы семейства вот на чем то сказать они остановились видите как все замечательно на бумаге провозгласить провозгласили а что касается исполнения то тут вышла загвоздка и не случайно австрийский министр метанлин назвал акт священного союза пустым и трескучим по возбудро жены французской революции на при воинскими войнами европе и все нации как по команде пробудились от спячки то есть базовая психогенетика сработал и стали требовать свободы все самые маленькие нации понятно да ну как всегда смутные времена все психогенетика пробуждается нет сильной власти который все это придавило чего каждый сам по себе дайте мне власть чтобы был у меня царь там министр и президент и пошло-поехало психогенетический закон такой в результате начались волнения так дети восстали на отцов которые вынуждены были как-то реагировать на их шалости отнюдь ним невинные значит надо опять силой все подавлять что же стало с на деле все ли протекал так медно как поначалу мыслился у строителям союза вы реалии жизни оказались сильнее благих на мире так санкции конгресса священного союза австрийскими войсками 1821 году была подавлена революция в неаполе пьемонте а французскими войсками революции в испании еще 820 23 годах со временем противоречия между европейскими державами расшатали священный союз и в конце 1820-х начале 830-х годов он фактически распался чрезвычайные события произошло в петербурге во время конгресса в городе тропа у в октябре 1820 года в котором участвовал александр 1 к императору пришло известие что в столице в петербурге начались волнения в лейб-гвардии семёновском полку поводом для которых послужил грубый произвол нового командира унижавшего честь и достоинство солдат водитель в результате этого коллективного протеста весь пол был отправлен под арест а потом расформирован и набран заново и александр оценил это происшествие как результат банкротства его либеральной политики и предпочел не препятствовать повсеместному закручиванию гаек благо исполнители в лице арахчеева и компании были у него под рукой еще одно неприятное обстоятельство сильно пошатнула авторитет александра благословленного в россии греческое восстание против турок поработителей временное греческое правительство обратилась к веронскому конгрессу священного союза с просьбой о помощи турки зверски повели себя по отношению к высшим церковным и раскам греческим в день православной пасхи в этот день константинопольского патриарха григория 5 и 3 митрополитов в торжественном облачении турки повесили на воротах из-за балканской ситуации александр оказался в очень трудном положении с одной стороны бросить православных греков на произвол судьбы было бы предательством по отношению к единоведцам а с другой греки восстали против законного пусть мусульманского государя да еще провозгласили свою конституцию что шло в разрез с политикой положенной в основу священного союза воде братьям православным надо помогать но это вот нарушала законы действующие светские законы следуя принципам союза александр хоть в душе и сочувствовал бунтащикам но был вынужден отказать грекам в помощи и впоследствии он объяснил свое решение так я первый должен